В декабре 2019 года президент Российской Федерации проводил госсовет на тему развития сельского хозяйства. И все, без исключения, если взять синаграмму, сначала благодарили президента за то, что он обращает внимание на сельское хозяйство, потом начинали рассказывать, и они там прямично губернаторы выступали, о том, что, по их мнению, нужно сделать, как нужно увеличить финансирование сельского хозяйства. После этого была принята программа, но самое смешное, что эта программа была исполнена только на 20-50%. Потому что самым последним выступал Силуанов, министр финансов, который сказал, вы, конечно, все правильно говорите, но мы будем смотреть, исходя из бюджета. И поэтому все программы, в том числе и по поддержке сельского хозяйства, оказались невыполненными или финансируются на 20-50%, потому что Минфин в бюджете эти деньги не предусмотрел. Смысл ставить какие-то задачи, когда они постоянно не выполняются, потому что происходит постоянно, первое, недофинансирование, а второе, что у нас, к сожалению, является бичом, об этом счетная палата говорит, разворование бюджетных средств. Неэффективное использование как минимум, непонятные процедуры, и куда-то теряются огромные средства, и за это потом никто ответственности никакой не несет. Поэтому я же, мы работаем в сельском хозяйстве, я практик, нужно меньше говорить, а больше делать. Вот яркий пример. В четверг, нет, в среду было заседание опять в Государственной Думе, так называемые парламентские слушания по теме эффективного развития сельского хозяйства и органического земледелия. И там Владимир Иванович Кашин, такой есть академик, он же представитель комитета по огромным вопросам в Государственной Думе, приводил нам цифры. Для меня, я все-таки по первому образованию инженер, очень важно, как развивается механизация. Вот пример, я сейчас тебе его даже, по-моему, найду, нет, ну, я напомню. В 90-м году в России было 1 миллион 390 токторов. Сейчас, спустя 20-30 лет, у нас осталось 203 тысячи токторов. Причем с каждым годом, в 2018-м было 210, то есть с каждым годом количество токторов уменьшается. С комбайном еще хуже, было 400 тысяч комбайнов, а сейчас 53 тысячи комбайнов. И я прекрасно понимаю, что, например, комбайн имеет нагрузку определенную, он в сезон может обработать от 200 до 400, если очень хорошо, гектар, например, зерновых. Если он за две недели не убирает, то, естественно, идет процесс осыпания зерна и уже не соберешь ту урожайность, которая нужна. Поэтому комбайнов должно быть, ну, допустим, количество гектар, засеянных зерновыми, разделенное, допустим, ну, даже на 500 или на 400. И получается, что у нас нет комбайнов. А если взять еще и возраст комбайнов и посмотреть, сколько лет они работают, то выяснится, что обновления не происходят, и поэтому комбайны преимущественно, ну, вот, там, 50% износа. То есть больше 10 лет это 50% комбайнов. А это все их нужно списывать, потому что они не только физически, но они еще и морально устарели. И поэтому, скорее всего, первое, никакого развития сельского хозяйства на деле не происходит. А второе, это вот бумажное зерно, бумажное молоко, это приписки, обыкновенные приписки. И еще вот один пример, вот смотри, якобы рекордный урожай зерна, больше 130 миллионов тонн. Мы точно знаем, что на то, чтобы сделать хлеб, накормить Россию хлебом, нужно не больше 10 миллионов тонн. Ну, 10, ну, 12 миллионов тонн. Ну, и плюс к этому мы вывозим, примерно, представляем, сколько там, допустим, 28, 30, может быть, до 40 миллионов тонн можно вывезти зерна, больше не пропустят. Ну, тем более, сейчас ввели эмбарго на вывоз зерна, то есть вывозную пошлину специальную, и, значит, все это контролируется. А куда туда девается остальное это зерно? Ну, там, допустим, есть семенной фонд, есть, скажем так, корова, которая у нас стала меньше с каждым годом, сейчас меньше 8 миллионов голов. Есть куры, есть свиньи, но тоже поголовье сильно не растет. Тогда где зерно? Нет. Кто не может это объяснить? Ну, если, тем более, что как только стали подниматься цены на зерно, а цены обычно поднимаются, когда товара не хватает, это надо понимать, это прямая связь. Когда зерна много, то цена на него очень низкая. Вот, а тут непонятно почему при таком рекордном урожае вдруг стала повышаться цена на зерно, причем достаточно резко. Именно поэтому правительство ввело заградительные пошлины вывозные и ограничило вывоз еще и тем, что нужно получать специальное разрешение. Это очень интересная тема, так же, как и молоко, так же, как и производство других видов связи с ней продукции. Мы уже знаем, что всероссийская оперепись, она была в 16-м году, выявила, что приписки были, они раз в 10 лет проводятся, значит, следующая перепись будет в 26-м. Но тогда определили, что приписки, например, по производству картофеля доходили до десятка процентов. То же самое, можно сказать, с яблоками, с овощами. Поэтому тут надо по-другому рассуждать. Надо рассуждать так, что если нет инвестиций в сельское хозяйство, то тогда нет, соответственно, и развития. А если нет развития в сельском хозяйстве, то можно сколько угодно придумывать о несуществующем молоке, которого у нас нет, о существующем зерне, которого у нас нет. Но люди же на полках видят повышение цен. Это означает, что продовольствия не хватает. Другому не объяснишь все, что происходит. Ну и вторая вещь – это деградация, ну скажем так, человеческого капитала. Найти сейчас высококлассного тракториста в деревне. У меня только что приезжали, ездили наши специалисты в Ивановскую область. Там появилось хозяйство, маршанская ягода, которая действительно очень много интересного делает с точки зрения переработки, производства. Они там строят теплицы. Основной проблемой, которая у них там есть, они назвали то, что вообще не могут найти ни агронома, ни инженера, ни просто квалифицированного тракториста. Люди все уехали. А если кто не уехал, то, к сожалению, он деградировал, скажем, мягко. Вот и все. И это проблема. Я тут, кстати, ехал сегодня, мы сегодня ездили на переговорах в правительство Москвы. Это очень интересно увидел. Стоит этот фермер-сирота, который там распиарен выше крыши. Стоит, и у него в руках плакат. Вакансии. И начинает говорить, что он написал письмо открытое, как там общественный деятель, министру, о том, что не может найти никого. Ни тракториста, ни электрика, ни, в общем, никого. А это, между прочим, прям совсем рядом, Истра. Это Московская область, где огромное количество так называемых людей, которые никуда не выехали, они здесь, наоборот, приехали. И он не может никого найти на работу. Это катастрофа. Поэтому мы рассуждаем по-другому. Нам нужно, прежде всего, заниматься кадрами. Надо повысить срочную зарплату, потому что министр, или министерство в докладе своем, замминистра, который выступал на этих парламентских слушаниях, сказал, что, знаете, у нас зарплата 30 тысяч рублей средняя в селе. Ну, честно, на 30 тысяч, особенно если семья, молодая мама с ребенком у него, и он, папа, на 30 тысяч – это нищета. То есть, 10 тысяч на человека получается. Это вообще ни о чем. Поэтому надо срочно что-то делать с зарплатой работников сельского хозяйства. И мы примерно представим, как это нужно делать. Надо что-то делать с энерговооруженностью. У нас на тысячу гектар энерговооруженность ниже, чем в любой, даже африканской стране мира. А что это такое? Это когда считается количество лошадиных сил на тысячу гектар пашен. У нас какие-то смешные цифры. То есть, мы отстали от СССР, но от 90-х годов в разы просто. То есть, у нас пашни много, а тракторов нет фактически уже. И это огромная работа. Когда-то, знаешь, мы застали, слава богу, благосновенное советское время. И были постановления правительства, совета министров и ЦК о поднятии нечерноземья. И мы знаем, как после этого постановления все, без исключения сельхозпредприятия, колхозы, совхозы, другие формы собственности были, все получать начали новую технику. То есть, это была программа, в которой ты написал заявку, и тебе через год приходило необходимое количество докторов, сельхозмашин, все это рассчитывалось. У тебя не было проблемы, куда ты денешь свое продовольствие, которое ты произвел. Все автоматически забиралось в государство, купалось. Да, конечно, там были проблемы. Проблемы связаны с переработкой, это точно. То есть, мы много могли производить, но, к сожалению, потом все это гнило. Я сам был студентом на плодовочных базах, мы работали, мы видели, как это. Нам нужно было сделать переработку, перерабатывающую промышленность, которой, к сожалению, у нас не было. Но, вот, например, это такое наблюдение из детства. В любой сельский магазин заходил, там огромное количество трехлитровых банок с соками стояло. Натуральными, не какими там суррогатами. Почему? Потому что система ройпотребсоюзов, потребкооперации, была такой, у каждого был там завод. Все, что не могли продать в свежем виде, все перерабатывалось. Ну, тут, конечно, много выкидывалось, но много и перерабатывалось. Поэтому, вот такого типа продукции было много. Конечно, нужно было выкладывать деньги в развитие переработки мяса, молока. Потому что тогда не было такого долгоиграющего молока, молоко скисало через три дня. А если уж и было там молоко, мажайское, например, топленое или еще какое-то, то это небольшие сегменты. Сейчас вы можете открыть пакет, он будет полгода стоять, и с ним ничего не произойдет, он не киснет, с ним ничего не происходит, но это не молоко никакое, не надо обольщаться. И поэтому тогда была натуральная продукция, а сейчас всякие суррогаты. Если бы Советский Союз тогда принял такие технологические процессы, которые сейчас происходят, ну, или отменил бы ГОСТы, то можно было бы накормить людей всякой фигней и тогда. Но у Советского Союза были другие принципы. Он кормил людей натуральной продукцией, без всяких химикатов, Е и всего остального. Поэтому сейчас у нас меньше 8 миллионов коров, тогда было 57 миллионов. Тогда мясо, хоть и было в магазинах в Москве не всегда, и городов, но в деревне оно всегда было. Наш совхоз, кстати, имел тогда 1200 коров, и через, вот на месте, вот это не все знают, на месте бассейна был склад Алексея Романовича, а потом Анна Евсеевна Гусакова им командовала, и там всегда было мясо. И директор всегда всем выписывал, ну, особенно на праздники, на свадьбы, на какие-то мясо, можно было бы прийти и парное мясо получить там. Молока, мы поставляли молоко, вот сейчас где сидит, сидела раньше администрация, там был магазин. Туда привозили каждое утро бидоны с молоком из совхозной фермы. Никто там не беспокоился о том, что там нужно его пастеризовать, еще что-то делать, его продавали. И мы, вот я с триклитровым бидоном приходил туда и покупал там молоко. Или в столовой выдавали молоко. Все детские сады, которые у нас были, в школу мы привозили натуральную продукцию свою. Никто там не говорил, что нужно какие-то закупки проводить. И привозили столько, сколько нужно. Мы где-то там получали и детей парное молоко, и фрукты, которые мы производили, и соки, которые мы производили, и не было никаких проблем. И мы отвечали, и никто, главное, не травился, никаких проблем же не было. Это была натуральная стопроцентная продукция. Сейчас теперь куча законов о закупках, и все воруют. И каким-то образом, потом выясняется, что цены в три раза выше, чем даже в магазине, а то и в два. Поэтому нужно возвращаться к истокам, но главное все-таки инвестиции. И возможность, то есть доходы производителей сихоспродукции. Тогда, в свое время, в городе зарплата была меньше, чем в деревне. В деревне тяжелее жить, но в деревне более тяжелая работа. И, соответственно, зарплата в деревне была выше. И, конечно, другие способы удержания кадров населения были различны. Но, это ностальгия по прошлому. Все новое, это хорошо забытое старое, кто-то сказал. Мне кажется, сейчас сопротивляются и новому, и возвращению к старому. Какая-то консервация идет. Нет, ну подожди, фраза «За СССР» она стала… Ваш друг наш общий, Мельниченко, как-то сказал, что национальные проекты еще не начались, но уже не получились. Так оно и вышло. Василий давно не видел, но могу сказать, что, конечно, такой северловский фермер иногда говорит очень умные вещи. То есть, его нужно просто разбирать на цитаты. Видно другое, что если дальше так пойдет, то лет через 10-15 в сельском хозяйстве некому будет работать вообще. А все это роботизация и все остальное предусматривает наоборот, что в сельском хозяйстве может быть меньше занятых, но они должны быть более хорошо оплачиваемы и, соответственно, более умными. Ну, скажем так, квалифицированными. А деградация сельских территорий, которая сейчас идет семимильными шагами, она приведет к тому, что просто даже будут поля, даже если ты вложишь деньги в тракторы, в комбайны, в новые технологии, работать будет некому просто. Потому что все высадят из деревни в город, а город на асфальте, ну, не знаю, что он там производит сейчас, но произвести много еды не сможет. Поэтому питаться всякой химией, как, к сожалению, некоторые планируют, мы, например, не планируем. Поэтому совхоз имени Ленина наращивает производство, увеличивает, ну, скажем так, урожайность всех культур за счет новых технологий, но это натуральная продукция, мы ее сами едим.